Всем здорова пацаны, с вами Айван, и у нас опять обзор гаража на сервис смотря номер 3, опять клан С4, и сегодня у нас обзор гаража игрока Форза. В данном гараже 17 автомобилей с суммарной стоимостью около 300 миллионов рублей. Поехали смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, начнём. Давайте выключим беды первого лица, чтобы лучше было видно. Начинаем с левой стороны. Встречает нас гольф. Это третье поколение, кажется, да, третье поколение. Номера AVK-888-48. Такой вот в тюнинге и с коронкой и градиентом. И на дисках Ауди. Но хотя это баги, нормально, короче. Идём дальше. Дальше у нас идёт такая вот E34. Не знаю, чё она такая получилась. Если честно, мне она не очень нравится. Прям колхозненькая. Такая на номере V0101K. Украинский номер. Одесская область. Ладно, и так сойдём. Так, следующий у нас идёт чайник. У чайник прям красивый. Ничего не сказать. На Хаммана. В фулл-тюнинге. Номеров. Вообще нету. Кстати, чё я могу сказать про Форзу. У него больше идёт упор на винилы, чем на номера. Такое. Давайте поведём, чё у нас сзади написано. Какие-то игры. Китайские, наверное. Дальше у нас идёт вот это Skyline R34 из Форсажа. Блин, он так не нравится. Я его пробовал делать. Я его, кстати, вчера увидел. И на данном Skyline стоит мой чип, кстати. На задний привод. Он такой топовый. Я пробовал сделать. У меня что-то нифига не получается. Прям чёткий Skyline вышел. Заметьте, без номера. Идём дальше. И дальше у нас идёт такая вот шестёрочка. В тюнинге. Чем-то похожая на моё Акулу. Из первого сервера. Номера HMS333. 152 регион. Дальше идём. Дальше у нас идёт Mazda RX-7. Такая вот строгая и чёрная. На белых волках. И с прямо белыми полосками. RX-0777. Такая вот в тюнинге. Прям нормальный тюнинг. Ничего лишнего. Чё? Нету. И мне дальше жалко данного автомобиля. Вот. В пульте он чистый чёрный. Не. У него в сервере два. А здесь что-то... Короче, я могу сказать только... Ну нахер. Отец. Чёрно-красный. Лупатый в тюнинге. С номерами HUM. 05555. Дальше у нас идёт слива. Такая вот. Не анкет. И что-то чёрно-зелёным. Каким-то прикольным монстром. Типа. Russian Reef Series. Прикольная слива. На дисках и на фулк тюнинге. Без номера, заметьте, тоже. Дальше у нас идёт Rolls-Royce. Купе. Ну такое мне не очень, конечно, нравится. Ну такой синеватый. На дисочках. И с номерами. Mi Asa 0298. С СГУ, кстати, заметьте, да. Дальше у него идёт самая дорогая его тачка в автопарке. Это Chiron. С таким вот необычным тюнгом. Да, он походу с украины. Потому что и номера украинские, и украинская надпись. Наверное, всё-таки с Одесса, если там на ЕДС-4 стоит ВМ. Номера 4x4, 7. Ничего лишнего. Дальше у нас идёт Priora. Это, наверное, у всех у них. Priora. И GELIC. Номера RVU 17797. Ace Low. Такое. Ну, мне кажется, эти наклейки, вот эти коронки, ну и был в чёрный. В чёрный, мне кажется, лучше бы сочетаться. Так это мне напоминает Ладу Ситан. Прям песенка под неё, наверное. Дальше у нас идёт GELIC. Тоже с СГУ. Он, кстати, его продаёт. Номера ION001. О, и ничего не значит в Украине. На парабусных дисках. С винилом. Да, такое. Идём дальше. Дальше у нас идёт... Чё это такое? А, CELES-13 NIVI. Во. Без номера, не анкета, звали АМИ-3. Такое, нормально. Дальше у нас идёт Stance Moment.com. Это у нас Nissan 370Z. На номере EON00228136. Это ничего не значит. Кстати, на первом серии смотрю, у меня тоже был 370Z. И на 136-м регионе тоже. Такой вот интересненький винил. Чёрно-оранжево-белый. Прям красивенький. Дальше у нас идёт морковник. Если чайник есть, морковник тоже обязательно должен быть. Такой вот в карбоне, под карбон. Mark 202, в виде Чивабло. С такими вот наклейками. Прикольно. Дальше у нас идёт Subaru. Брамбо синий-жёлтый. Какой вот, с красными и чёрными, и зелёными. Скаутами. Номера AOO009-777. Кстати, на Subaru и на данном 32-м Скайлайне он, в самом деле, больше катается. Да. Из всех автомобилей. Ну, я, по крайней мере, его видел только на данных тачках. Дальше у нас идёт R32, Скайлайн R34 есть. Вон, есть ещё R32. На волках чёрных. Такие вот винили тоже синий-жёлтый-чёрный. Фулл-тюнинг. Ну, и дрифт-чип. Вот такой вот у нас автопарк. Напишите, какие вам тачки из данного автопарка нравятся в комментариях. Обязательно пишите. Мне из данного автопарка нравятся, можно сказать, Mazda, R34, чайник нормальный. Да, и... Если, конечно, ещё гелик чёрный сделай, будет ещё гелик. Ну, и чёрный, понятная идея. Это всё. Такой у нас необычный автопарк. Без особо крутых номеров. Больше упор на винила. Кстати, лайкосик, если вам понравилась данная серия. Набираем 16 лайков. 16, не 15. Выходит сразу же следующая серия. А если набираем 20, то выходит следующий автопарк. Если вам, конечно, это понравится. Ну, а с вами был Левен. Всем, пацаны, спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok